Внимание в синий угол клетки. Бойцу 22 года, рост 176 сантиметров, вес 73 килограмма. Чемпион Грузии по грэпплингу. Чемпион Грузии по ушу Саньда. Чемпион Грузии по ММА. Профессиональный рекорд, 4 победы, 3 поражения. Из Грузии, Руслан Пол Квадзе. Внимание в красный угол октагона, его соперник. Бойцу 24 года, рост 178 сантиметров, вес 73 килограмма. Мастер спорта по ММА. Призер Узбекистана по ММА. Призер Ташкента по ММА. Профессиональный рекорд, 5 побед, 2 поражения. Из Узбекистана. Спортсмен выходит при поддержке компании «Тимфар». Санжар Алиэ. Рэпери в октагоне Тауринбек Джакаев. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушай меня. Потихонам отстоп. Я работаю. Покажите красивый достойный угол. Удачи. Удачи. Перед началом поединка. Давайте напомним, что информационный партнер в лиге «Октагон» про спорт.кз. Возможно, сейчас мы снова увидим борьбу. Потому что Балквадзе, если он хороший грэпплер, придерживается именно той тактики, которую мы видели в исполнении его представителя страны, Грузии до этого, наверное, борьбы будет много. Хотя ребята заряжены в стойке поработать. Хотелось бы, конечно, нам больше зрелищности. Бьет сейчас и подсекает своего оппонента Балквадзе. Попытка проведения тейкдауна. Прокладывал одну ногу. Будет ли перевод в партер. Пытается атаковать шею. Алиев. Санжар. Между прочим, грэпплинг в Грузии на достаточно хорошем уровне. Развит, скажем так. Тейкдаун провел Балквадзе, но шея осталась в захвате. Поэтому нужно, наверное, сначала освободить шею. Затем уже пытаться наносить удары, я так думаю. Все, все, будем рады. Здесь, наверное, угрозы никакой пока что нет для Гуслана Балквадзе. Алиев мощно прихватил прям. Не дает ничего сделать. Балквадзе немножко суетится. И мне кажется, очень много сил тратит своими действиями. Да, и плюс в первые секунды, в первые минуты раунда очень сложно вырваться из захвата. Потому что это недостаточно вспотел. Недостаточно скользящий, скажем так. Чтобы выйти из захвата. Тем не менее, халтгарди пытается пройти гард. Обратим внимание, правая нога все еще осталось. Но, по крайней мере, пытаются улучшить свою позицию. Боится с грузии. Ну, тоже такая силовая тактика. Идет вперед, давит всем телом. Пытается навалиться здесь. Не дать выбраться. Вот, отключает руку. Опасно. Ну, а Лиев, во всяком случае, лицо никаких эмоций. Кладнокровно довольно пока держится. Пока что угроз для него нет никаких абсолютно здесь. Нет выходов на болевые. Нет таких серьезных ударов. Понятное дело, что делает Боквадзе. Всячески будет пытаться оставить своего соперника внизу, в партере. Но, мне кажется, он и в стойке может нанести урон своему сопернику. Угроза все-таки присутствует даже в стойке от грузинского бойца. Две минуты остается до окончания первого раунда. Мы видим сейчас секундантов бойца из Грузии, бойцов и бойца из Узбекистана. Ну, не дал пока встать Алиеву. Да и на самом деле Алиев сам не особо и пытается, наверное, встать, да, обратить внимание. Хотя можно было, наверное, за счет сетки что-то сделать. Алиев должен понимать, что грузины, да, подобным образом, ну, как бы, наверное, готовы победу забирать. Потому что зачем рисковать? Конечно, тем более это первый раунд, особо рисков никто не будет рисковать, наверное. Чуть больше минуты до окончания первого раунда. Работает по корпусу и переводит в голову Болквадзе. Да, и не присутствует какой-то, знаешь, такой силы в этих ударах. Носит такой какой-то номинальный характер. По-моему, Алиев готов отдать, наверное, может быть, раунд, чтобы во втором, знаешь, пойти где-то серьезно уже сам. Ну, посмотрим, 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 конечно же. В любом случае второму раунду быть, потому что 30 секунд остается. Вряд ли что-то необычное произойдет за эти последние секунды раунда. Тут главный вопрос, сможешь ли, сможешь ли в таком же темпе Болквадзе проводить поединок. Потому что Алиев просто лежит, особо сил не тратит, он даже не обороняет, скажем так. Потому что угроз со стороны Болквадзе просто минимум. Он, возможно, это и понимает, и там подсказывают, наверное, ему. Сейчас угловые Болквадзе немножко успокаивают, потому что он завелся, чувствует, наверное, что удачно провел раунд и как бы не растратил эмоции раньше времени своей. Да, рано еще праздновать победу, еще 10 минут есть, как минимум. Ждем начала второго раунда. Субтитры делал DimaTorzok 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 Болквадзе Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Слева был Квадзе. Левый хук. Зрителям все больше и больше нравится, как этот раунд складывается. Эмоциональный, конечно же, этот поединок очень сильно заряжен. Хотя казалось, куда файтер из Грузии, фактор из Узбекистана. Интересный ход от Алиева. Попал, почему-то спиной повернулся. И вообще в другую сторону стал двигаться. Половина раунда позади, между прочим. Видно, что Алиева Балхвадзе затаскал именно в этой борьбе. Он вроде бы защищался, но много, видно, сил потратил. Да, конечно. Два раунда. И опять-таки вложился в гильотину. Выдушающий прием. Это по-любому повлияло. Даже сейчас пытается достать ударом, добить, наверное, своего оппонента. Но Балхвадзе снова проводит тейкдаун. Делает все правильно. Сейчас только лишь две минуты законтролировать своего оппонента в партере. И будет достаточно для того, чтобы рефери поднял его руку. Руку вверх. Но Алиева надо вставать. Надо что-то находить какие-то все бессилеты. Но мы видели с тобой, Андрей, что вставать он точно не умеет. Два раунда он лежал на спине. Ничего абсолютно не делаю. Да, вот интересно. Очень мало эмоций. И вот эта стратегия некоторых спортсменов, Алиева в том числе, прижаться как бы, да, и ждать, я не знаю, чего, спорю погоды, что ли. Потому что, ну, понятно, что тот, кто сверху, он будет максимально выжимать из этой ситуации дивиденды свои, там, показывать активность. И то, что ты, ну, не даешь там особо какой-то урон по себе нанести, это очень мало для того, чтобы выиграть. Нужно, конечно, вставать, нужно активность проявлять. Потому что тот, кто понимает, как действовать, вот, допустим, как бойцы из Грузии, да, вот, в данной ситуации, и все спокойно, четко реализовывают, все делают для того, чтобы победу, как бы, по итогам раунда забрать. И вот 30 секунд. Да, 30 секунд остается до окончания поединка. Вряд ли что-то изменится в эти 30 секунд. Для Оренбека и Жакаева снова нет никаких сигналов для того, чтобы вмешаться и прерывать это действие в партере и поднять бойцов в стойку. 10 секунд остается. Наверное, заочно можно поздравлять Руслана Молквадзе с победой. Я так думаю. Ну, еще, знаешь, бывает такой у спортсменов день, когда они, ну, говорят же они, ну, ничего не идет, ничего не получается. Неважно, там, это ММА, футбол или еще что-то. Ну, вот, говорит, ничего не пошло у меня. Вот, все, кто хотел сделать, это хотел, но не идет. Может быть, у Санжара сегодня такой день. Но цена, конечно, победы и поражения сейчас очень высокая, потому что в случае победы ты все ближе к тому, чтобы кинуть кому-то вызов, попросить у лиги чемпионский бой или претендентский бой. А каждое поражение – это шаг назад, это тебе нужно вернуться, это тебе нужно поражение закрыть. Потом, возможно, еще выиграть один или два боя. Это, ну, еще полгода, да, как минимум. Поэтому, конечно, ставки высоки. Давайте дождемся официального объявления победителя в этом поединке. Руслан Булквадзе и Санжар Алиев устроили настоящее зрелище, настоящее шоу. Все, внимание на экран. И так, друзья, единогласным решением Суи победу в этом бою одержал спортсмен из синего угла Руслан Булквадзе. 26 сантиметров, вес 73. Руслан Булквадзе и Санжар Алиев. Руслан Булквадзе и Санжар Алиев. Руслан Булквадзе. Продолжение следует...